Всем привет! Я надеюсь, что будет моя последняя история, последняя часть моих видеороликов про брекеты. Я скоро иду уже на коррекцию, это будет 11 раз, 11 сеанс. Мне говорили, что вроде бы как за год мне это всё вытянуть, то есть ещё вот сегодня я иду, и, наверное, в следующий раз, и это уже будет год. Значит, за этот месяц, то, что мне с последнего раза поменяли дугу нижнюю, и в этот раз мне поставили её, получается, полностью на все зубы, потому что до этого у меня несколько месяцев стояло до предпоследнего зуба, и было в принципе окей. Ну здесь, конечно, у меня всё натирало, то есть я постоянно воском пользовалась. Дальше у меня было всё нормально, но вот с последнего раза за этот месяц я пользовалась опять воском постоянно, потому что у меня между последним и предпоследним зубом большое расстояние, и получается вот эта вот дуга, она просто за ночь во рту всё пересыхает, и за ночь натирает очень сильно, то есть просыпаешься утром, и реально ощущение, что вот у тебя там просто яма аж, вообще аж до крови. Короче, металлические брекеты на самом деле это, ну это просто жесть. Я не знаю, как с ними могут люди ходить очень долго, и я уверена, они и зубы намного больше, намного, ну да, намного больше портят, чем керамика. В прошлый раз, когда мне меняли дугу, девочка была очень-очень молоденькая, то есть явно как практику проходит, или только-только выпустилась, я не знаю, или даже, может быть, ещё и учится, значит, она мне когда меняла дугу, она мне прищемила дугу к губе, и причём она не извинилась особо, такая, ой, а чё ж ты молчишь, ты такая, типа, тихоня, ну как бы, окей. Ну, я думала на самом деле, что это, она как-то пальцами это всё зажала, когда она ставила, поэтому я ничего не говорила, а уже когда она, конечно, руки убрала, и я почувствовала, что там всё-таки до сих пор что-то тянет, и как-то больно, я уже там, ну, начала хоть какой-то звук сдавать, но она уже и сама заметила. Вот, сейчас, в общем, сейчас посмотрим. В принципе, врач сказал, что вроде бы как всё-таки год будет, но, не знаю, посмотрим на самом деле, сейчас вот 11-й раз, следующий раз 12-й. Я бы хотела, чтобы они ещё, конечно же, вытянулись вперёд, плюс эта дырка, она до сих пор, они её не закрыли, я сегодня буду опять узнавать, когда они её всё-таки наконец-то будут закрывать, потому что, ну, это не дело уже реально, я год хожу уже с этой дыркой, она то больше, то чуть-чуть меньше становится, уже как-то надо её закрыть несерьёзно это всё. Вот, и мост врач сказал ставить в самом-самом конце, когда уже всё вытянется, я так понимаю, перед тем, как они будут делать ретейнеры, тогда уже будут делать мост. Вот, я уже, в принципе, жду, не дождусь этого момента, потому что брекеты уже надоело ходить, всё точно так же у меня стоят там сзади две бурульки, из-за которых я особо не могу ничего жевать и есть нормально. Вот, ну, вроде бы как их сегодня должны снять, ещё девочка в прошлый раз сказала, что будут вроде бы как ставить какие-то, что-то, короче, другое будут ставить, и оно будет сильнее вытягиваться, быстрее, ну, не знаю, посмотрим. Вот, в общем, выйду от врача, запишу, расскажу, что мне там сделали. Так, ну что, вышла я со своей коррекцией, значит, мне поменяли два нижних брекета, сняли их и поставили в другие места новые, чтобы как-то по-другому оно всё сейчас тянулось. Поставили другую верхнюю резинку тоже, чтобы вот эта вот щелочка закрывалась. Вот, в общем, ну, скорее всего, 12 месяцев я ходить не буду, скорее всего, буду я ходить ещё дольше. Но зубы у меня уже болят. Прошло минут 15-20 после того, как мне просто поставили новую дугу и эти все резиночки. В прошлый раз вообще ничего не ощущала, в этот раз реально сразу же. И, как всегда, когда у меня только-только подтянутые брекеты, мы либо идём на барбекю куда-то, либо ещё какое-то что-то намечается, что мне нужно что-то кушать, что я кушать, естественно, не могу. Вот, в общем, ну, как-то так. Не знаю, посмотрим. Зубы уже болят, но пускай болят. Если болят, то значит вытягиваются, что, в принципе, очень радует. Потому что если ничего не болит, то мне кажется, что вообще просто никакого эффекта не происходит. Так, ну что, прошло где-то, по-моему, недельки две, после того, как мне сделали коррекцию. Второй раз уже другой врач мне делает коррекцию. Там два врача, которые держат весь этот ортодонтический кабинет. Зубы болят реально каждый день. И всё так же без воска вот на эти нижние зубы. И уже мне нужно будет даже на эти какие-то ставить тоже воск, накладывать на ночь, потому что, я не знаю, рот пересыхает. И просто вот здесь вот как-то, мало того, что оно как-то залазит, короче, под этот брекет, там где такие штырёчки вниз стоят, так ещё оно всё так приклеивается и потом болит. И что ещё я начала за собой замечать, то, что прикус меняется. Зубы реально нижние вытягиваются. Вот с последней коррекции то, что мне поменяли место расположения двух брекетов. Реально зубы двигаются, меняется положение их, прикус. И я стала прикусывать язык очень часто, реально. Просто я не знаю, я надеюсь, что я к этому привыкну, но могу просто вот когда разговариваю, просто взять и прикусить язык. Это, блин, так больно, просто жесть. Ещё, кстати, сейчас у меня коррекции каждые четыре недели. Раньше у меня было в самом начале, по-моему, каждые шесть недель. Один раз вот поначалу у меня было через четыре недели коррекция. Всегда было вот реально через там пять-шесть недель. Иногда, по-моему, даже было семь недель, когда мы куда-то уезжали и нас не было, в общем, здесь, в Оклахоме. Сейчас уже вот второй, по-моему, или третий раз четыре недели. Вот, ну, посмотрим. Через пару недель у меня опять коррекция. Щёлочка, это моя, потихонечку закрывается, слава богу, наконец-то, потому что она у меня уже просто вот здесь вот сидела эта щёлка за пару лет. Ну что, прошёл год с того момента, как мне поставили брекеты. Я всё ещё с брекетами. Пока мне их никто снимать не собирается. Недавно была опять на коррекции. Сказали, что, скорее всего, скорее всего, к концу года мне их снимут наконец-то. То есть вместо обещанного года будет полтора года. Вот, ну, посмотрим. Пока что всё так же натирают. Сплю только с воском, потому что вот эти вот дальние жутко натирают. И от этих середней тоже очень сильно натирают. И сейчас вот начали ещё вот эти верхние натирать. Делала бы ещё среди дня, воск тоже. Но постоянно его клеить и отклеивать очень неудобно. Плюс, когда на эти передние клеишь, то тоже абсолютно неудобно. Какое-то такое ощущение во рту, что, ну, что-то мешает, оно ещё такое мягенькое. В общем, как-то так. Ну, пока всё без изменений. Кроме того, что зубы равняются. И ждём дальше. Ну что, я... Ой. Ну что, я только что вышла опять от стоматолога. Опять делали мне чистку. Значит, в прошлый раз, в прошлом видео я очень была, не знаю, злая за стоимость того, что мне посчитали, что мне нужны эмоции и куча коронок. Значит, в прошлый раз мне не делали рентген, так как я этого не говорила, но так как я была беременная, мне рентген не делали. Потому что моя врач мне, ну, сказала, что нежелательно, в общем, делать. В этот раз мне сделали рентген, и таки, да, мне нужно четыре коронки ставить на дальние зубы по той причине, что за всю мою жизнь мне делали там из-за прикуса. Зубы портились и делали очень много пломб. Поэтому там уже слишком много пломб, не осталось, грубо говоря, живого места, и зубы все так же портятся, поэтому нужно будет ставить коронки. Вот. Но это тоже уже буду делать только тогда, когда снимут брекеты. МОЗ точно так же, когда снимут брекеты. Врач сказал, что... Ортодон, да, сказал, что брекеты, скорее всего, будут снимать к концу года. И плюс еще вот эти от передней четыре зуба у меня были как бы переделаны, нарощены, грубо говоря, перенарощены. Точнее, вот эти два, которые, они были нарощены, потому что у меня были там клыки. И вот этим вот зубам, вот этой фигне, короче, уже на самом деле лет 15, наверное, может быть, 14. И тоже врач сказал, что, скорее всего, их нужно будет переделывать, потому что от этого там, на самом деле, уже очень много слоев. Потому что мне в Украине, перед тем, как мы сюда переезжали, мне его переделывали. И потому что у меня там была такая щербинка от симмчиков. Вот, и уже и здесь, в Америке, я тоже просила, потому что у меня кусочек там откололся. Я просила, мне переделывали. И на самом деле сейчас у меня опять кусочек откололся. В общем, скорее всего, тоже их буду переделывать. Но, не знаю, возможно, не знаю, возможно, вот эти четыре я буду переделывать в Украине, потому что, мне кажется, там намного дешевле коронки. Скорее всего, да, будем сделать здесь. Каждая коронка по 1000 долларов. Вот. В общем, как-то так. В общем, печаль. Ну, ничего. Зато, зато на старости, скорее всего, останутся все зубы, а не будут, не знаю, основная челюсть. Ну что, я съездила только что на коррекцию. Сняли мне, наконец-то, вот эти вот дальние мои бурубули. Теперь их нету, там теперь просто зубы. Теперь можно нормально кусать, нормально есть. В общем, слава богу. А врач сказал, что, скорее всего, еще раз меня увидят через 6 недель. Сказал, хотел закрыть этот отшелку, ну, как бы, понятное дело, ее надо закрыть. И сказал, вот, вроде бы, еще один раз, и все, и будут снимать. Так что, радости нет предела. Надеюсь, реально сейчас оно все закроется, и после следующей коррекции наконец-то все это снимут, потому что уже нет сил. Уже устала, уже очень хочу их снять. Вот еще, после последнего моего похода к стоматологу на чистку, не считая, как у меня сейчас ребенок, я не могу чистить зубы постоянно, ниткой флоссить очень хорошо, очень долго. Я, наконец-то, купила вот такую штуку, эту показать. Беспроводная, вот эта вот водяная, короче, чистилка, флоссер, хреновая. Короче, вещь реально офигенная, маленькая. С собой ее берешь. Четыре, по-моему, или пять вот этих вот в комплекте входят, сменных. Ну, то есть для всей семьи, по-моему, четыре. Очень классно, три режима. Заряжается от... Блин, где-то, короче, она заряжается, по-моему, эта штука вынимается. Оно... Ой, господи. Заряжается, по-моему, как блютуз, но я уже ее пользуюсь, наверное, в месяц, что ли. Еще ни разу не заряжала ее. Вообще, короче, очень классная. Ну что, я давно уже ничего не записывала, никаких апдейтов по моим брекетам. Значит, что у нас уже декабрь заканчивается. Мы поставили когда в прошлом... В начале сентября прошлого года. Только что была на коррекции. Сделали, как раз, какие-то у меня такие странные, непонятные штуки, чтобы закрыть мою вот эту щелочку. Сейчас постараюсь как-то поближе показать, не знаю, выйдет ли у меня. Плюс у меня там, где мне нужно ставить коронки, я завтра еду к стоматологу их все-таки ставить. Потому что один зуб... У меня там было очень много пломб. На том зубе один зуб начинает эта пломба отваливаться. А второй зуб просел. И он становится очень-очень чувствительным. В общем, не могу нормально прочистить этим water flosser. Потому что сильно больно, не могу кушать ничего ни сладкого, ни горячего, ни холодного. Поэтому решила уточнить, могут ли они мне это сделать в этом году. Для того, чтобы я еще как бы свою страховку использовала, чтобы не платила в следующем году со своего кармана большую часть. Потому что в следующем году надо будет мост ставить. Вот, поэтому завтра еду к стоматологу. Поставят мне две временные колонки, коронки. Через шесть недель опять к кортодонту. Опять подтягивать брекеты. Скорее всего, потом опять поставят на коронки. Дальше брекеты опять поставят. Но они будут еще смотреть. Вот, поэтому... Скорее всего, в январе я еще все-таки буду с брекетами. Скорее всего, никто мне еще ничего не снимет. Так, я не знаю, на самом деле видно или нет. Но вот здесь, на этом брекете, над этим передним зубе, он мне намотал такую проволочку вокруг этого брекета. Дальше здесь резинка. Только вот вокруг этого брекета. Я не знаю, правда, зачем. Мне сказали, что надо как-то зуб, по-моему, чуть вовнутрь впихнуть. И закрыть, скажем так, эту щелку. Вот. Так, ну что. У меня одна челюсть и пол языка, и пол челюсти онемевшим. Я только что вышла, мне поставили уже нормальные коронки. Три недели я ходила с временными. В общем, не получилось у них снять без обезболивающего, без онемения. В общем, мои две беленькие шайбочки, которые сейчас совсем отличаются от остальных зубов. Да, еще через две недели я иду опять к ортодонту на коррекцию брекетов. Я уже точно буду спрашивать у них, когда они уже собираются я снимать, потому что уже сильно надоело. Плюс мы в Аклахоме, если честно, сидим только из-за моих брекетов. Мы бы уже переехали отсюда. Но, так как мне нужно закончить брекеты, так как мы заплатили полную стоимость, и я не хочу платить еще раз, непонятно сколько. То мы вот сидим здесь и ждем, пока не закончат это все добро. Еще же мост нужно сделать. В общем, как-то так, буду спрашивать уже ортодонты точно, когда они уже будут заканчивать. В общем, думала, что это будет моя третья, последняя часть истории с брекетами, но, походу, нет. Скорее всего, скорее всего, еще одна будет. Я же устала от брекетов, честно. Реально уже очень устала, уже хочется нормально кушать. Блин, короче, орешков хочется, ну, что-то с орешками вообще, вообще сейчас беда. Посмотрим, сколько еще я буду с ними ходить. Обещали мне сколько? Год. Уже реально полтора года прошло, поэтому я, как всегда, ну, я надеюсь, пять лет я не буду с ними ходить, как все, как у некоторых бывает. В общем, посмотрим. Настолько сильно накололи в этот раз анестезию, потому что врач не мог снять без анестезии временные коронки, потому что у меня получилось, ну, так как у меня две вместе, две рядышка. Они сделали временную, она была, ну, сплошная. И она просто так не хотела слезать, поэтому они, короче, накололи мне анестезией. И вот, это было два, сейчас пять часов, начало шестого, пол шестого уже, и у меня только-только начинает вот отходить щека, губа. Я только-только начинаю все чувствовать, и могу там, я не знаю, улыбнуться, и я чувствую это все. Ну, просто жесть, блин, колят здесь, конечно, в Америке этим обезболивающим анестезией. Просто вообще, я не знаю, блин, какой-то конской дозой мне, наверное, явно на двойной мой вес вкололи, я не знаю. Ну, вообще, жесть, конечно, пока там еще ездила по магазинам, прогулялась в парке. Пока ехала домой, ну, как начала мне чесаться щека, я чувствую, что оно чешется. Чешу, а оно онемевшее, и реально чешешь, а оно не чешется. Никакого чувства вообще, что тебе полегчало вообще, нет. О, короче. В общем, слава богу, наконец-то уже отходит. Не знаю, боюсь уже, что представить, что будет с моим мостом, но ничего, надеюсь, скоро вся эта эпипея закончится, и потом через годик буду ставить дальше себе, как они называются, новые коронки, следующие, потому что мне их надо делать очень много. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok